Здарова, подписаны! Сегодня мы посмотрим Вандерноб, проблема второго сезона. Второго эпизода. Да, второго эпизода, цифрового цирка. Поехали. Бесконечно пустые и завораживающие, пугающие цифровые просторы вновь вернулись нам, чтобы продемонстрировать еще одну пачку психологических травм для помни. А еще камнюка Джакса, все еще лучшего королера, милых крокодильчиков, отсылок на пицца Тавер. Да. И, конечно же, экзистенциальные вопросы об осознании виртуальными персонажами их искусственной реальности. О, да. Мое любимое. Цифровой цирка хорошенько так мне зашел. Несмотря на то, что в самом серике большинство аспектов, ну, просто хорошие, а не прям шедевральные, я все равно за него зацепился, в первую очередь благодаря концепту и миру. Думаю, вам уже давно стало ясно, как я обожаю подобные вещи. А я думала еще, что цифровой цирк так зацепился, потому что он очень большую аудиторию смог захватить. Угу. Пандом Халвы, а видосы эти серьезные, я подумал, что прежде неплохо будет отвлечься и сделать небольшой ролик на хайповую тему, к тому же на ту, которая мне самому очень заходит. Пожалуй, приступим к разбору новой серии. Нет, это правильная тактика, нужно ее придерживаться. Конечно. В правлении, что я ожидал. На момент пилота казаться. В том плане, что если вы хоть какой-то популярный проект, откладываешь все свои дела грандиозные, которые, неважно, чуть-чуть позже можно выпустить, ничего страшного не будет. И быстренько делаешь ролик в своем там мнении, какой-то обзор, реакцию. Кое железо пока горячо. Да, понимаем, как это говорится, сто процентов понимания, но и процентов осуждения. Что пачка наших героев будет ходить исключительно по цирковым землям, в таком вот вакууме, и сходить там с ума, встречая странные развлечения Кейна. Но уже сразу во втором эпизоде нас посылают в совершенно иное место, и не просто так. Ведь отчасти на этом построен главный конфликт эпизода, но об этом потом. Так или иначе, это отдельное мини-приключение, практически никак не связанное с основной историей. Может для кого-то было очевидно, что история не будет насыщена сквозным сюжетом каждый эпизод, но учитывая формат выхода... А я и не думала, что в сериале будет какая-то прям история, я так и думала, что они будут каждый эпизод что-то там делать. И постепенно в каждом эпизоде может быть раскрывать разных персонажей. И потом постепенно уже подведут как-то к концу сезона к основной сюжетной линии. То есть для меня это вполне логичное развитие сюжета. Сериала, то бишь серия раз в полгода, я удивился, но об этом в конце. Собственно, серия начинается с того, как Помни ловит кошмар. Потом Кейн всех собирает, ребята отправляются в новое приключение с новой картой и совершенно новым ИИ внутри. Как видите, все очень рады. Команда наша идет ловить бандитов в пустыне Махави... То есть на каких-то там сладких землях. Там они дерутся с бандюганами, главный из которых вместе с Помни выпадает за карту. Ловит жесткую депрессню от собственного рэгдолла, после чего Помни его утешает и берет с собой в цирк. Где крокодильчика убивает Кейн. Банны ты зубной протест, ты что себе позволяешь, гад? А ведь я знаю, зачем ты это сделал. Думайте, потому что он боится пускать NPC в цирк? Ну, нам, кстати, в комментариях вроде писали, что возможно он не убил. Возможно, он просто его отправил на место... В смысле не убил? Он просто всю эту игру, которую сейчас они где играли... Да. Он просто истер, и начинаешь всех убиваешь. Не, ну, может она запускать, когда он кого-то снова туда отправляет. Иногда же игры, видишь, повторяются. Игры повторяются? Ну, я ей говорила это... Господи, как ее зовут? Короче, которая тряпичная куколка. Она сказала, что иногда приключения повторяются. Типа, мы уже здесь были? Ну, не всегда. Иногда может быть так, что они могут в этот мир снова попасть. Поэтому она вроде бы утешала, так помню. А, так она просто утешала, знаешь, типа. А, наверное. Может, такого не было. Может, запутаться? Шиш там. Все ради того, чтобы плюшевый гомига лучше продавался. Ведь фанаты будут плакать и по-любому захотят купить себе мерч с ним на память. Хитрожопый ты капиталист, блядь. Ага. Качество исполнения в цирке держится на уровне. Картинка приятная и местами, походу, стало еще приятнее, чем в пилоте. Рофилов, как визуальных, так и словесных, завезли целую фуру. Единственное, что каламбуров в переводе на русский можно было завести и побольше. Иногда это проседает. А так, с гэгами и отсылками, проблему цирка никогда не было и вряд ли будет. Всегда очень приятно наблюдать за ними и смеяться. Не знаю, хотелось это отметить лишний раз. Сладкая локация интересная, но вот ее закулисный мир... Ух, прямо в сердечко. Атмосфера, что надо. Само королевство и лето-пустыня на его фоне немного теряются. Ну, лично для меня. Хотя все еще дают мне те самые вайбы старых 3D-платформеров. Я знаю, что я уже об этом говорил, но тогда меня... А мне больше напоминает этот конфетный мир и просто мобильные игры с конфетками, которые типа Кэнди Крэш Сага и всякое такое. Больше такие ассоциации лично. Далеко не все поняли. И скорее всего потому, что те ощущения искусственности мира, о которых я говорил, очень субъективны и хрен нормально объяснишь. Я знаю, как выглядит графика на PS1 и Nintendo 64. И знаю, что визуал цирка больше напоминает современные платформеры, по типу Эхеттен Тайм или Реймона. Реймона, кстати-ка, даже слишком напоминает. Особенно вот эти вот монстряки. Они будут прямую вытащены из Origins или Legends. Ну, согласитесь. Хорошие игры были. Но дело тут не в графонии. Безусловно, лоу-поли стилистика усилила бы тот вайб, о котором я говорю. Но он тут присутствует и без этого. Я говорю о вайбе искусственности. Особенно остро он чувствуется, когда ты пялишь на пустыню. Вот знаете, это ощущение, когда в Mario 64 падаешь с ледяной горы. На ней вроде и существа смешные есть, и деталей полно, но вот висит она в воздухе. Ну как полно деталей. Короче, это сложно уловимая штука, но цирку удается ее воссоздать. Но высоковероятность, что это что-то чисто мое, субъективное. Говоря, кстати, об игровой теме и перед тем, как... Мне кажется, не то, что воссоздать. У меня такое ощущение, как будто в интернете прям сильно глубоко копает. Как будто просто им нужно сделать серию, и как бы они собираются делать акцент сильно на локациях. И зачем прорисовывать как-то задники, когда можно сделать одинаковую пустыню, и просто сконсортировать внимание на персонажей. А потом можно сказать, что мы так еще и планировали. Да, к тому-то делаю. Как будто тебе свойственна для такого, как будто созданная игра. Да, которая создана типа... Она иногда будет так сильно напичкана. Она должна быть похожа на какую-то игру, типа такую, знаешь, только что созданную. Да, свежую игру, быструю. Еще как бы не совсем доработанную, потому что ее как бы быстренько навалял, наваял Кейн, я так понимаю. В связи к основному конфликту и проблемам, поговорим немного о режиссуре. Я думаю, всем вам зашел рофл с плохой коллизией предметов. Мне, как Гаррис Мотенджойеру, было крайне потешно наблюдать за этим. Но еще круче то, что шутка, дважды повторена в эпизоде, по итогу становится сюжетным ходом и помогает помнить... Ну вот, они поэтому и сбежали. Вот это я называю режиссурой. Чтобы в какой-то момент не казался излишне надуманным, его дважды показали до этого в качестве прикола. И после, по сюжету, смекалистый ум нашего милого шута смог из этого создать клевый план. Очень аккуратно построенный сториотеллинг, люблю такое. Да и, в принципе, интересных кадров и моментов серии хватает. Все чувствуется крайне цельно и качественно. А это мало кто замечает, потому что ну офигли, стандарты. Но, пожалуй, вернемся к злоключениям помни. Один из основных конфликтов эпизода тут строится как раз на Гамигое, NPC-крокодильщике, который узнает, что он нихрена нереален. А все его воспоминания... Ну это была самая интересная сюжетка, на самом деле. Да, какой она была. И мать, которая дома ждала, типа ждала. И ловит из-за этого крокодильчик экзистенциальный кризис. А помни, пытается его утешить. И тут, на самом деле... Как она, вначале, рассказала про это. Знаешь, я бы не понял просто ничего. Попросил. Оказалось бы, она помогает крокодильчику только потому, что сама оказалась в такой ситуации, когда твой мир рушится. И не хочет допустить жуткого чувства одиночества у кого-то еще. В начале серии нам буквально показали то, что, помни, нихрена обитателям цирка не доверяет. Она верит, чуть что случится, они ее кинут и не вспомнят даже имени. Она боится этого. Поэтому, найдя такого же попаданца в пике его стресса, она видит в нем отдушину. Друга, которому сможет доверять. Ведь она точно знает, что ему тоже хреново, и ему тоже нужна помощь. Поэтому она-то хотела его с собой потащить в цирк. Напоминает малыша, который тащит котика бездомного домой. И вот уже кажется, что помни совсем поедет крышей. Однако другие ребята устраивают поминки клоуну Кауфму, что рассеялся в прошлой серии. И помни становится чуть легче в этой компании. Возникает надежда на то, что ее как минимум не запомнили. Ну, она просто понимает, что там не все эгоисты, а люди, видишь, помнят про других. Помни, помни. Блин, у нее так имя работает на самом деле. Ну, совпало же. Да, я понимаю. Но в русской локализации прямо хорошо работает. Ну, просто так прикольно получилось. По сути, невзирая на малосюжетность, о чем мы поговорим ниже, вся серия была построена именно вокруг этого состояния помни и желания выбраться из него. И показано это неплохо. К слову, в этот момент серии начинает играть просто офигительная версия основной темы. Вообще, придраться в серики можно ко многому, но не к музыке. Тут все на таком же уровне, как и визуал. Нужное настроение задает легко, в атмосферу погружает быстро, а пачка вкуснейших стрёмных вебкор-треков точно пойдет ко мне. Я, честно говоря, даже в тот момент, когда... И вообще, я чертовски рад такой интересной теме. Вот тут цирк себя точно оправдал. Он ставит такой конфликт, который очень филигранно вплетается в мир. Вся эта тема с живыми NPC очень мне близка, как человеку, который сидел на такой игле, как Undertale. Знаю, знаю, вы об этой игре никогда не слышали, можете не говорить. А ведь еще было доки-доки, дааа. В общем, надеюсь, что эта тема и дальше будет возникать в сериале. Потому что сейчас, когда ты закончил смотреть серию, у тебя в голове возникает мысль. Маловато. Не поймите, серия мне зашла. Да не. Мало. Такая, хорошая полноценная серия. И это на самом деле проблема. Получается так, что после... Скорее не маловато, а редковато. Ну да, долго ждать есть. Потому что если бы подряд ты мог включить следующую... Ну, она такая полноценная достаточная, на самом деле. Не было у меня ощущения маловатости. Было ощущение, что просто придется очень долго ждать следующую. И все. На первой серии, которая прям наваливала инфы, Дальше сериал решил уйти в затишье и лайтовость. О чем я уже говорил в начале. Притом нам все... Не вижу затишье. Наоборот, вижу хороший баланс. Наоборот, мне кажется, в первой серии, когда тебе валят миллионы информации, ты себя реально как-то так же помни, чувствуешь. Типа, что? Где? Куда? Кто? Куда побежал? Что происходит? А тут все, уже ты как-то устаканился. Все прекрасно понимаешь, что происходит. Больше можешь как-то проникнуться персонажами. А может Кейн? Ну нет, походу. Но при этом и в первой серии был не прям болванчик, а перс разумный. Ну в общем, пища для теоретиков есть. Скорее всего это бред, но порассуждать об этом весело. И наверное это еще одно достоинство сериала. Но на этом как бы и все. Серия кажется ну совсем мелкой из-за этого, и создатели уже критиковали за такой ход. Но раздумывая об этом, я пришел к такой мысли. Структура этой серии напомнила мне о Гравити Фолзе. То есть формат похожий. Пачка персов в разных декорациях сталкивается с какой-то поеботой. Присутствует конфликт, присутствует... Я так и думала, в Гравити, помнишь как было? А потом в конце пошел сюжет основной. Где они против Билла Шифра фигачились. Я думаю это тоже такое что-то похожее будет. Но при этом зачастую мы приходим в ту же точку, что и в начале. А радикально что-то меняется очень редко. Вообще удобно, ну такого рода сериал знаешь чем. Вот особенно когда они по телеку шли. Ты приходишь, ты можешь смотреть его по сути любой серии. То есть главное, чтобы ты знал персонажа и общую концепцию. Все. А вот когда сериал завязан очень сильно на сюжете, тебе нельзя ни одну серию пропускать. Тут сложнее получается. Ну сейчас легко, сейчас есть интернет. Тут же есть куча загадок и мест для теорий. Не претендую на правду, но мне так показалось. И формат такой конкретный для цирка, идея странная. Гравити Фолз выходил по телеку, и новые серии у него появлялись часто. Уж точно чаще, чем у цирка. И общее число их, напомню, было 40 штук. Гличи же не могут выпускать серию УЦЦ раз в месяц, и поэтому этот формат кажется немного сомнительным. А сколько он был? Сомнительным в плане выпуска, я имею ввиду. Ведь с точки зрения... Полгода? Полгода? Наверное. Так ему отрисовывать все, там же малюсенькая студия, как они успеют физически. Он на самом деле очень подходит цифровому цирку, и тому миру, что пытается выстроить Гусворкс. Но неужели вы думаете, что серий тут будет около даже 15 штук? Мы же до старости будем ждать завершения истории. И вот это проблема. Я думаю, это еще только первый сезон. Мне кажется, им нужно привлекать каких-то инвесторов или что-то типа того. Аниматоров? А? Аниматоров? Да, аниматоров, чтобы новых наезд сотрудников, чтобы быстрее серию выпускать, чтобы можно было сделать там не то, что один сезон, может даже два сезона и понадобится, потому что иначе очень-очень долго они будут работать. Ну, дроны чаще выходят. А другая команда работает? Ну, написали в комментариях, что там другой какой-то человек, другой автор. Я думаю, что там другая команда. Но не с такой частотой выхода. А ведь я, как и многие, хочу еще. Что они будут делать в этой ситуации, я, честно, не знаю. И помню. Еще, знаешь, что ты хотела сказать? Тем более, знаешь, почему это важно? Я вот вижу на примере игры попплейтайм. Вышла первая часть, жестко хайпанула. Как быстро тренд может усохнуть, на самом деле. Вторая часть еще тоже была популярна. Много продавалась мерча. И пока она популярна, на самом деле, надо клепать и клепать. Это как, знаешь, как скепти-туалеты эти вышли. Они популярны. Все. Он же делает, да, правильно. Он накрепал там чуть ли не каждый день. Он продолжает. Он продолжает все до сих пор. Но сейчас уже слабее. Ну, приедается, наверное. Но вообще лупил просто очень быстро. Но, тем не менее. Третья часть попплейтайм вышла. Я вообще не видела, чтобы там где-то в ларьках продавался. Кэтнеп, например. И в принципе не было рукой заинтересовываться. Не было таких хватов. Уже каких-то просмотров не было. Ну, да. Ну, видно. То есть, нет, когда первые дни вышла, там все такие посмотрели. Прикольно. Но потом как будто про это никто не говорил. Я думаю, да. Нужно как-то... И тут тоже, видишь, как они первая серия стреляли с пилотом. Вторая, как хорошо, тоже понравилась. Быстрее выпускать нужно. Им нужно выпускать, потому что потом... Это как помнишь с Зайчиком было? Тоже с игрой. Тоже самая похожая ситуация. Сначала хайповала, потом у них все дольше и дольше сроки растягивались. Постепенно интерес стал падать к игре. Это только мое мнение. Мне так кажется. Напишите в комментах, что думаете вы про новую серию удивительного цифрового цирка. Приятно было сделать такой лайтовый ролик, сесть на хайп-трейн и уехать в далекие дали. Хаотично разбирать одну единственную серию, пока произведение еще далеко от завершения. Чертовски приятно. Надеюсь, и вас я смог порадовать. Спасибо за просмотр этого ролика. А спонсорам с Бусти за поддержку канала Рублен. Да, ускорение. А, пробел, зажимаешь, ускоряй. Было клево. Все ожидаемые фандомы делают... Как в этом? Предмерение касаемо средств просто прокрутились с врачом. Жесть, теперь вы, видишь. Прикольно. Случайно зажал такой. О, как видишь. Он ускорил. Познал тайны и секретики Ютуба. Мнезапное открытие. Спасибо. А мне вторая серия прям вообще зашла нормально. Больше понравилась первая. Я ожидал гораздо худшего. То есть я был как-то, знаешь... Скептически настроен, да? Скептически настроен именно по примеру дронов. Я думал, ну вот первая серия вышла такая, да, хайпанула. Вторая уже будет не такая интересная. И что-то будет такое сложное, наверное. Тоже, может, ничего не поймешь. Замудренная, да. Оказалась очень простая. С интересным конфликтом. С интересным конфликтом. То есть прикольно было. Она полностью самодостаточная. Да, мне тоже вторая даже больше понравилась. Ненормально, 22 минуты. Меня все устроило. Может, просто не устроить. Если будут очень долго уходить, перерывы будут большие. Это проблема, мне кажется, проекта. То есть главное, чтобы темп не сбавляли. Главное, чтобы было так же интересно. Ну, хотя бы раз в полгода. А желательно почаще им как-то постараться. Я не знаю. Ну, расширять штат сотрудников, что ли. Я даже не знаю, что им еще предложить. Потому что, ну, а как по-другому ты успеешь. Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо, что за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Хм, сложный выбор.